Владыка, хочу спросить у вас о душе, об уме, о теле и вообще о человеке, о их взаимосвязи и о их отдельном существовании. Душа это, по сути, как частица Бога в человеке, но для того, чтобы ей, ну это как какая-то программа какой-то Windows, он сам по себе, у него нет связи с миром. Чтобы осуществлять эту связь и передвигаться в этом мире, существовать в этом мире, так как она бестелесна, душа вообще бестелесна, она не имеет отношения к материальному миру вообще никакого. Для того, чтобы существовать в материальном мире, ей нужно материальный носитель, этим материальным носителем является тело. Но этого также мало. Нужен ум. Ум это как некий механизм для того, чтобы иметь определенную возможность двигаться в этом мире, сосуществовать с такими же как ты, ну как-то двигаться куда-то, осуществлять управление. Ну такая примитивная система, это ум. Для того, чтобы иметь возможность направлять этот ум и связываться с высшей сферой, нужен разум. Разум, он не участвует вот в какой-то конкретике, там, повернуть глаза там или там поднять руку. Он связующий между этими мирами. Он имеет возможность получения чего-либо от высших сфер и имеет возможность направлять ум для реализации каких-то полученных там файлов определенных. Ну, я думаю, что нужна еще какая-то третья сфера. Простите, я вот забыла добавить еще и Дух. Дух есть в человеке? Ну, Дух это наиболее сложное для выражения, такая субстанция, скажем так. Дух это как бы некая совокупность, то есть не самого понятия такого Дух, как бы, наверное. Это совокупность каких-то вот... В Библии говорится же, вдохнул Господь Бог. Дух, да. Дух это некая... Это такая вещь, она больше имеет отношение к некой сущности, к сути, сущностном каком-то аспекте. Это, скорее всего, нечто направляющее. Это некое стремление, скорее. Дух это стремление определенное. А не нечто такое сущностное, как ум, как разум, как душа. Это некое устремление. Вот Господь вдунул его. Это, как бы, некий... Некое устремление для того, чтобы, ну, как бы, двигаться. Вот этот Дух. Но нужна еще, как я сказал, такой некий третий аспект для завершения, как бы, вот такой картины целостной. И это есть способность. Способность наития. То есть, получение откровения. Вот наития — это откровение. И вот что отличает человека от робота, ну, от животного, от робота — это получение наития. Потому что ни у животного, ни у робота нет наития. У него есть определенная задача, есть определенный Дух, который стремится к реализации этой задачи. И есть инструменты для этого. Ум, ну, который вот выполняет эти функции, реализацию задания. Ну, вот. А человек — это такая штука, которая имеет еще некое наитие. Это, то есть, подключение высшего разума, Бога. Ну, либо каких-то божественных сущностей. И вот, получается, мы имеем Душа, Тело. Причем, вот если обратим внимание, то Дух не вдунут не в Душу, а именно уже в готовое, в готовую сущность. Когда человек уже и телесный стал, вот только тогда. Вот. Потому что Дух, он как бы оживотворяет, он устремление дает, как я уже сказал. Поэтому человек получил его уже когда был сотворен телесный. Вот. То есть, мы имеем, значит, Душа, Тело, Дух, Ум, Разум и способность наития. Если Ум и Разум — это вещи более, ну, такие самостоятельные, сущность, имеющие бытие определенное, то наитие — это как бы небытийная штука, несущностная такая штука. Это возможность. Также возможность слышать. И слух — это разные вещи. Ну, вот эта возможность наития, возможность откровения божественного. Ну, вот, пожалуй, и все, что в человеке есть. Ну, и вот так человек существует. Человек может избрать определенный уровень бытия. Ну, это как вот в океане. Есть рыбки, которые плавают у поверхности. Есть, которые в середине живут. Есть рыбки глубоководные, они глубоко прогружаются. Так и здесь человек может выбрать определенную плоскость, определенную глубину или высоту, кому как нравится, некий уровень бытия. Это может быть примитивное существо, которое живет очень примитивно. Ему достаточно ума, разум, он как бы спит. А наитии даже речи нет. Ну, и вот человек живет, реализуя какие-то телесные замыслы с помощью ума. И он отождествляет себя именно вот с такой сущностью. Он даже не подозревает, что это как телефон, какой-нибудь смартфон. Человек пользуется и даже не знает, что у него есть возможность выхода в интернет. Он просто набирает, нажимает кнопки и смс-ку пишет или разговаривает с кем-то. Он даже не понимает, он даже не знает, не подозревает о том, что есть возможность выхода в интернет. Так и здесь. Такие люди живут и они даже не знают, что у них есть разум. Тем более, они даже не подозревают, что есть у них возможность наития. Ну вот, и так в основном люди живут. А так как они живут именно так, то и формирование души, по сути, либо не происходит, либо происходит очень, ну, не в достаточной степени, скажем так. Ну, отсюда и ощущение несчастья, потому что человек испытывает счастье только когда реализует себя. А если реализация не происходит, что значит реализовать? Многие об этом говорят, да? Что значит реализовать себя? Я еще не слышал ни одного такого полноценного, скажем так, определения, что значит сама реализация. Самореализация – это процесс превращения себя в такую сущность, какой тебя задумал Бог в вечности. Вот что такое реализация, самореализация. И, как бы, ощущение счастья, оно напрямую связано с осуществлением этого процесса. Тот, кто осуществляет этот процесс, кто становится примерно хотя бы таким, каким задумал его Бог в своем мире, в своей вечности, он испытывает ощущение счастья. Ну и вот мы пришли к тому, что сила ощущения счастья, она зависит от того, насколько человек реализуется. Соответственно, чтобы ему реализоваться, ему нужно подняться по высшим уровням, начать жить уже не просто меркантильными какими-то там, замыслами, а попытаться все-таки понять, что в мире есть вещи надмерные. Причем это может быть выражено даже вещам простых. Вообще, как бы, казалось бы, не особо духовных, а в простых. Но, тем не менее, оно должно быть. Ну вот, недавно я слышал такой интересный момент, как мама одна вот своей дочери сказала так вот перед смертью, как завещание. Остерегайся людей, которые не боятся Бога и не стыдятся людей. Вот, на самом простом уровне, но это попытка, скажем так, все-таки приподняться над каким-то таким горизонтом материальным. Без этого вообще жить невозможно. Просто невозможно. Это не жизнь, это какая-то рефлексия сплошная. Вот, как вот, помню, в школе там нам показывали опыт, лягушка там препарированная, мертвая, и там током бьют, а у нее лапки дергаются. Вот что такое жизнь на таком уровне. Мертвая лягушка, препарирована, прижата лапками и ножками, так сказать, к доске. То есть, это обстоятельства жизни. Ее прибили, обстоятельства прибили ее к жизни, она уже и не живая, и какие-то такие электрические разрядики там проходят, у нее лапки дергаются. Вот, по сути, что такое жизнь человека такого, ну вот, примитивного, который не хочет жить, думая о Боге, о том, что есть какие-то вещи, связанные с наитием, который даже не пытается создать условия для того, чтобы это наитием могло быть ему услышано. Он даже не думает об этом. Ведь мало того, чтобы думать об этом, нужно условия создать. Ну вот, когда мы хотим, когда врач хочет услышать звуки человеческого сердца, он уже говорит всем тихо, берет стетоскоп, или раньше такую трубочку брали, значит, прикладывает к сердцу и, значит, аж не дышит, слушает внимательно, да, вот врач. Так же и здесь вот это наити, оно очень тихо, его стук почти не слышно. Поэтому нужно создать условия для того, чтобы ты мог услышать вот звуки наити, ну вот как-то так примерно. Скажите, пожалуйста, с чем связан этот неравный бой? Ну, как бы я так обозначу ума и поведение человека, поступки человека. Поскольку, ну, я из ваших бесед тоже слышала, что ум – это совсем отдельное существование от тела. Человек, как бы, это не ум. Вот зачастую на ум приходит абсолютно даже правильное решение, а телесный человек не может поступить правильно. И знает, как бы, вот правильное решение, но в то же время ум может продиктовать абсолютно противоположное. И человеку очень сложно, зачастую бывает, ну, поступить как бы по-правильному. От чего он попадает под влияние ума? Ну, как это происходит? Такая трезвая слабость, что ли, сказать. Человек, как бы, трезвый, хорошо насуждает, все понимает, а поступки они, ну… Это бывает потому, что, ну, тут причины две. Первое – это то, что человек не хочет уступать место в своем внутреннем пространстве для действия Бога. Ну, вот, допустим, у вас есть какой-то человек, которого вы очень уважаете, там, любите общаться, но домой же вы его не пустите, не дадите ему, там, вот тебе комната, вот тебе кровать же, и здесь вот, там, часть моей еды или моих средств. Это несколько разные вещи. Одно дело – интерес, а другое дело – уступить самого себя. Ведь, по сути, что такое движение навстречу Богу со стороны человека и движение Бога в сторону человека? Ведь это процесс обоюда и распинания. То есть, Господь, чтобы приблизиться к человеку, вынужден был распять себя. Также и человек, который хочет приблизиться к Богу, он должен принести в жертву себя. И в зависимости от величины этой жертвы, перед человеком раскрывается величие Бога. И получается, что человек, как бы, не хочет уступать свое внутреннее пространство Богу, по сути, уступать себя Богу. Не хочет – это первая причина. А вторая – это все-таки бесы, которые запутывают человека и пытаются внушить ему, убедить его в том, что вот этот ум – это и есть он. Ведь вот штука – это самоосознание, она ведь очень хитрая. Она очень такая тонкая, тяжело понять. Самоосознание – вот тот, кто понял вот этот механизм, как это происходит, он, ну, как бы, может, как бы несколько так уже осмысленно изменять себя. Умное дело не вот это вот осуществлять. Что такое самоосознание? Вот в этом все дело, то есть бесы и самость человека. Вот две вещи, которые препятствуют вот этому процессу. То есть греховная гордость? Ну, да, гордость. Гордость, да. И еще вот один вопрос у меня. Господь сварил в дуну духа в человека, и человек стал душою живою. Значит, до того, пока не дунул Господь Бог духа, в нем души не было? Нет, душа была. Он просто был, как сказать, он был биологически-то живой, ничего не изменилось. Он был биологически живой. И вдохнули в него духа или не вдохнули, на биологию это никакого влияния не имело. Дух – это, как я уже сказал, это устремление. То есть тремится человек к чему-то – он живой. Вот в этом смысле живой стал он. А не стремится – значит, он не живой. Ну, как мы понимаем, живой шевелится или не шевелится? Вот мы смотрим, и лежит тело. Видим, что шевелится, говорим – он живой. Не шевелится. Мы говорим – он неживой. Потыкали его, поталкали, а он не шевелится. Значит, он неживой. Так и здесь. Имеющее устремление – живой. живой. И вот это устремление может быть осуществлено с помощью вот этого духа. Дух это стремление. И тогда душа становится живой. А так, если этого духа нет или Господь его вдохнул, но человек его не использует, получается, что человек не живой. Он просто биологически активная сущность. Вот и все. Такая же, как любое животное, как растение, гриб или медуза какая-то. Вот и все. То есть, по сути, если так вот разобрать человека, самого себя, если ты разберешь, поймешь, как ты устроен, то уже не будет вот этого ложного отождествления себя с тем, что не есть ты. Я помню, какой-то где-то даже такой афоризм записывал, что ты как бы осознаешь самого себя, но можешь даже не подозревать, что на самом деле это ты, это не тот, кем ты себя представляешь, с кем ты себя отождествляешь, а тот, кого вот ты сам, как личность себя осознающая, кого ты убиваешь. Вот на самом деле кто ты. Это тот, в ком живет бог в тебе. Я поняла. Я путанно немножко сказал, но я думаю, понятно, о чем речь, да? Я поняла, да. То есть, знаете, как вот у компьютера можно разделить, делать два пользователя. То есть, как бы в одном компьютере будет два компьютера. Так вот и здесь примерно то же самое. Человек, как некий компьютер, у него есть два пользователя, даже три. Три пользователя. Он как бы поделен на три части. Один пользователь это бог, и у него есть возможности доступа к определенным функциям. Не ко всем, но к некоторым. Есть пользователь дьявол, и у него тоже есть доступ к каким-то функциям и часть твоего сознания. И есть, собственно, ты сам. Это вот три основных. Но есть еще и такие второстепенные. Также ум, твой ум, он также пользователь. Он также пытается пользоваться и пытается получить доступ к каким-то функциям тебя. Он пытается придумывать свой мирок, ставить перед тобой свои задачи. И когда, вернее, и чем больше ум выходит из-под контроля, тем большее влияние он имеет на целую программу, на целого тебя. Ну, я все время пример привожу такой простой. Вот бывает, человек идет с собакой, там, говорит рядом, и собака идет точно рядом с его ногой, да. Это вот ум человека, дисциплинированный ум. Кстати, не зря ци сравнивают ум с псом. А есть какая-нибудь бабушка, которая ходит и на поводке ее собака таскает куда хочет. Потащила туда, бабушка на поводке придется там туда. Потащила налево, направо. Вот в основном люди так и живут. Они как вот эта бабушка на поводке. Собака таскает ее куда хочет. Ну, в общем, просто об этом надо думать. Думать и понимать. Простая зависимость, которая сразу бросается в глаза при рассмотрении. Чем больше у тебя информации о каком-то механизме, вот о машине, вот мы сейчас едем, тем, соответственно, больше возможности управления и манипуляции. И, ну, вот я знаю, что можно кондиционер включить на один режим, на другой. Знаю, что поворотник можно включить или там газу дать в первая скорость, там, третья, пятая, шестая, да, тормоз. Вот так и здесь. Человек, который лучше знает собственное устройство, соответственно, он имеет больше возможности управления этим устройством. В идеале это быть пользователем этого, хозяином всего этого. Но, опять же, это не не итоговая задача. Итоговая задача – это начать уступать управление Богу. Как апостол Павел сказал, уже живу неявно, живет во мне Христос. Вот это уже, так сказать, серьезный уровень, когда ты начинаешь передавать управление Богу. Ну, вот я это поняла. А, допустим, кто будет слушать, ну, не каждый поймет, как же уступить Богу. А что значит уступить Богу? Это значит дать возможность Богу действовать в тебе. Вот здесь пояснить можете? Ну, это сложная штука. Это каждый о себе может сказать «Я». И вот это «Я» имеет определенные стремления, определенные задачи. Но они не обязательно какие-то умственного, интеллектуального свойства. Они могут быть и чувственные. Кто-то живет на уровне чувств и пытается испытывать определенные ощущения. Это его, как бы, вот его жизнь. Как наркоман какой-нибудь, он всю свою жизнь бросил на определенные ощущения. Наркозависимые люди. И получается, что вот это есть «Я». Но на определенном этапе человек начинает, ну, как бы терять интерес вот к такой жизни. Теряет интерес и начинает понимать, что интереснее гораздо, если ты начинаешь быть причастным к чему-то большему. Ну, вот знаете как? Ты можешь жить сам по себе, а можешь быть причастным к какой-то общности, которая выполняет определенные там великие задачи, какие-то очень значимые. И тебе это сразу дает какое-то вот ощущение причастности к каким-то великим делам. Когда человеку надоедает жить собственными какими-то устремлениями, когда ему начинает быть тесно и душно вот в этом собственном «Я». Душно. Прямо появляется такое вот почти физическое ощущение духоты какой-то, такой, не знаю, как-то. Замок боязни. Скомфорт. Да, вот эта боязнь этого замкнутого пространства. Ему начинает быть тесно, душно. И он пытается как бы выйти из этого. А как ты из этого выйдешь? Только перейдя на другой уровень мотивации, на другой уровень самоощущения и на другую платформу. Ну вот, допустим, если представить, что вот ты там какой-нибудь Тетрис, да, там кубики падают, ты их ловишь, да, и в какой-то момент тебе начинает быть душно в этом, тесно. Ты хочешь поставить программу другую, какую-нибудь там Windows, там XP, там или сейчас еще какие-то, наверное, уже круче. Десятый какой-нибудь, там или, не знаю, там. Вот. И когда ты захочешь этого, ты понимаешь, что ты не являешься производителем этой программы, ты не можешь ее сам создать. И ты хочешь, чтобы она вошла в тебя. Но вот здесь получается такое вот ощущение интересное, что вот этот Тетрис, он боится, что сейчас сюда поставят Windows, большой экран, и он не хочет умирать, потому что, по сути, как бы это смерть. Смерть с возможностью перевоплощения, с выходом в интернет уже там, смотреть фильмы там, чьи-то там сообщения там, с видео там. Ну, это целый мир. А для этого нужно вот эту программу поставить. И вот ее ставишь вроде как и страшно одновременно, что ты же умрешь. Такой какой-то есть. Но вот эта вот душность, вот эта вот, она пересиливает. Ты хочешь жизни, новой жизни. И все ты за это решаешься. Как бы распинаешь себя. Уничтожаешь себя. Ставишь в себя другую программу. И в конце концов, вот одно другое улучшение, третье. И потом ты понимаешь, что тебе, по сути, не нужна никакая программа. Зачем тебе Windows там 10-20? Ты можешь просто поставить из интернета. То есть сам интернет будет жить в тебе, как бы. И вот это и есть Бог. Ты просто даешь возможность. Да зачем мне вот это все надо? Вот это вот душно в этом всем? Ну, это как вот можно примерно, вот я вспомнил, чтобы показать, вот почувствовать примером, когда, по-моему, то ли Василий Блаженный, то ли он там все раздавал, раздавал, потом одежду всю свою снял, отдал. Осталось у него Евангелие в руках только. И он взял и эту книгу Евангелие тоже кому-то отдал. И остался он и крест надельный. И все. Вот так и здесь. Человеку в конце концов надоедает вот это вот. Всякие вот эти программы, всякое вот это вот. И он просто говорит Богу, будь во мне. Просто вот живи во мне ты, а я буду радоваться. И вот происходит такая вспышка. И человек превращается, обожествляется в прямом смысле. Он как бы уже не он живет. Он просто наслаждается от того, что вот все хорошо. Ясно. Как можно определить, что это наитие, а не навивание это бесовское какое-то. Наитие всегда никуда не влечет. Оно просто как бы вот приходит к тебе просто вот уведомление пи-пи. И все. И это уведомление, оно ты можешь вообще не открывать. А вот от бесов, ну типа наитие что-то бывает тоже есть, но оно очень навязчивое. Оно сразу пытается распаковаться и сразу залезть в тебя. Куда-то там стремление какое-то там кровяное, вот как отцы тоже подмечают. Такая некая горячность кровяная получается. Такая вот зависимость вот этого желания. Вот надо вот именно так сделать. Надо именно вот это сделать. Вот. Ну опять же это вот к слову различие мыслей и помыслов. Мысль это просто мысль. Это, допустим, вот эта машина. А помысл надо сейчас вот мы едем и обогнать ее. Вот это помысл. То есть помысл это мысль, как бы подталкивающая к действию. Это помысл. Опять же, если мы вернемся к духу, то мы увидим, что мысль от помысла отличается наличием стремления определенного духа. Поэтому сказано распознавайте духов. Какого вы духа? Вот. То есть вот по этому стремлению определенному можно распознать дух человека. Или как Господь сказал, когда апостолы говорят, давай мы сейчас Бога попросим, чтобы он испепелил этот город. А Господь сказал, не знаете, какого вы духа. То есть дух это некое устремление. И нужно очень грамотно вот в этом ориентируется. Спасибо, Господь. Редактор субтитров А.Семкин gew творения У지는 revе Гринга Гтуба Г property death о giant Essen Продолжение следует...